Мифов в Майнкрафте очень-очень много, и они подтверждаются даже в 2017 году. И все мифы являются правдой. Многие из них настоящие фейки, которые приходится ютуберам доказывать. Сегодня мы поговорим о персонаже нул. С перевода на русский нул означает нул, а то есть пустота, ничего. То есть сегодня практически мы будем говорить о пустоте, но как утверждают игроки, это не пустота. Это все же некий персонаж, некий NPC, который был создан создателями игры. В ранних версиях Майнкрафта, когда выходили Пэты, Билды, Альпы версии, Нотч любил шутить, троллить игроков, поклонников своей игры, внедряя в них необычных существ, а именно Херобрина. То есть, друзья, в одной из версий Майнкрафта Херобрина существовал. Найти его было довольно сложно, но это была всего лишь одна единственная версия, и возможно ее нет в Тейлаунчере или где-то еще, она была эксклюзивна. Также и нул мог быть в одной из этой версий. Игроки могли его найти, после чего написать на форумах. Создать самому название придумать нул практически невозможно. Это то же самое, если игроки придумают Херобрина. А как знаете, Херобрина был придуман Нотчем, а именно создателями игры. Херобрина это история специально для запугивания игроков, и об этом уже многие знают. Херобрина не раз употребляли в списках изменений Майнкрафта, особенно в мобильной версии игры. И многие из вас это могли заметить. Ну, собственно, персонаж нул является черным персонажем. Он носит на себя черный скин, черную кожу. Имеет разрешение в один пиксель, в один черный-черный пиксель. Заметить в темных местах, в темной пещере или же в темной ночи невозможно. Но и игроки утверждают, что он появляется именно ночью. Или же может находиться в темных пещерах. Но и есть один баг, позволяющий вам встретиться с ним на расстоянии одного блока. Если вам повезет во время этого бага, то он вас может не убить. Он просто наложит на вас эффект целепоты. После чего целепортируется в случайное место, подобное Эндермена. Но он не оставит после себя следов, а именно частиц телепортирования, которые оставляет Эндерман. Как понимаю, данный персонаж все же является пустотой. То есть он телепортируется, словно пустота, которой нету. Есть очень много историй и связанных именно с данным персонажем. Якобы это недоделанный NPC, которого просто разработчики оставили, забыв о нем. Но если это было бы так, то взрослое ограничение Майнкрафта бы поменялось. А разработчикам делать это не надо. Им не нужны лишние работы. Есть и другая история, связанная именно с данным персонажем. Якобы это брат Стива, который по какой-то причине был... А на которого была наложена Эндерпорча, после чего он стал черным. Он боится встретиться со Стивом, поскольку считает себя уродом. Именно поэтому и наблюдает за ним со стороны. Ну, друзья, к сожалению, все эти истории являются полным фейком. Поскольку текстурки и официального доказания того, что данный NPC существует, нету. И я, играя за три года, ни разу его не заметил. И, друзья, если вы видели, то, конечно, вам просто показалось. Поскольку за три года заметить данного персонажа было бы не сложно. Я бы увидел. Да и многие бы русскоязычные форумы об этом говорили. Ну, а пока что данная тема обсуждается только за рубежом. Ну, собственно, друзья, в описании по данным роликам я оставлю ссылочку на скин данного персонажа. Именно Нула. Вы можете таким методом потроллить вашего трубка. Ну, а если данное видео было для вас полезным или же просто развлекательным, поддержите меня лайкосиком и подпиской на канал. Ну, а, друзья, стандарт, стандарт. Набираем 50 лайков и выходит четвёртая часть мифов. Точнее, я начинаю её подготавливать. Ладно, друзья, увидимся с вами уже в следующем видеоролике. До скорых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!